Уважаемые друзья, под контролем, неусыпным контролем моих экспертов белорусских, Марины и Евгения, вот мы пришли на школку, на питомник фундука привитого на орехи медвежьи. Папу вы видели там, с такими плодами, значит, какие же это все вы видели. А вот сейчас мы где-то года два назад, потому что очень трудно развивается, высеяли здесь орех медвежий. И вот весной этого года, в апреле, вот мы, вот место прививки, вот видите, место прививки, видите? Марина, видите? Здесь без дураков, все, честно. Вот это орех, чтобы вы понимали, что мы тут не показываем орехи медвежьи, вот орехи медвежьи, вот он. Вот это орехи медвежьи, который был на момент прививки некондиционным. Он был тоненьким. И мы его не прививали. Как и там вы видели листья, там вы запомнили, да? И вот видите, они отличаются. И я хочу вам сказать, как специалист, что да и вы все, которые, скажем, и Белоруссия, и фундука хватает, листины хватает. Вы вот такие листья, такие мощные листья, как ладонь у кектенка, вот видите? Вот какие листья, гофрированные, мощные. Это уже влияние вот этого суперподвоя. Температура, я покажу вам на почве, будет под 60 градусов. Орешение ноль. А растут они, как на дрожжах. Представьте себе, 10 апреля закончили прививку. И сегодня у нас 13 июля, значит, это, считайте, 13 мая, 13 июня, 13 месяца. Три месяца и прирост метр. И качество сумасшедшее. Так вот, о чем разговор? Это не просто фундук, тонда джентиля романа, который известен всему миру. Это качественное иное растение. Это уже не куст. Фундук – это куст. Про фундук не говорят, что это дерево. Это куст. Искусственно формируется, там, доставляется 2-3 ствола. Свободно растущие, мы будем видеть 40 стволов. А это дерево, имеющее штамп. И, видите, вот эта вот зона роста светлая, видите? Вот тут уже остановился рост, темно-зеленый, одревесневший. А вот эта светленькая. Вот видите, очень интересный момент. Вот эта светленькая, да? А вот тут светленького почему-то нет. Тоже побеги. Здесь уже дважды провели формировку. Мы, как и на орехи, ненужные побеги не удаляем. Есть указания, есть рекомендации. Я бы сказал, ну, мягко выражаясь, глупыми. Глупые. Значит, те, что вам не нужны побеги, надо секатором срезать. Вот это надо было все срезать. И оставить одному этого несчастного побега. Какая листовая поверхность здесь? Прироста здесь нету. Этого прироста нету. Так, это все работает на то, чтобы этот прирост пер, как из воды. Придет время, когда надо будет приостановить развитие верхушки. Это будет начало августа. И мы тогда придем с секатором. Даже конец июля. Мы эти побеги удалим. Удалим красиво, под ноль. Смажем гудрон депин. И к моменту, когда пойдет листопад, уже даже раны, следа не останется. А будет мощный. Мой рост прирост. Представьте, вот это трехмесячный прирост. Вопросы есть? Вопросов нет. Подтверждение того, что увиденного, как вы сказали, это кардинально новое, скажем так, дерево. Именно дерево не куст. И назовем это, наверное, модернизированный хундук. Улучшенный. Да, да. Версия 2.0. Да, можем. Да, да, можем. Сынком говорить. Можем и так сказать. У него, да, совсем другой уровень развития за счет мощной корневой системы, которая присуща медвежьему ореху. Абсолютно непревзойденная. Превосходящий орех грецкий. Даже превосходящий. Превосходящий. И в этом убеждаемся, потому что, вот видите, все верхушки светло-зеленые. Вот она рядом с вами, верхушка. Вон, пожалуйста. Вот за спиной оператор. Посмотри прямо в упор, вот за тобой. Вот, смотрите, сюда. Вот они, вот они. Верхушки светло-зеленые. Значит, активный рост есть. И хочу сказать, что вот тут мой сынуля, Сергей. Вот это, скажем, его талант. И у него золотые руки. На счет ля-ля он еще пока, как говорится, только учится. А работает он прекрасно. И прививки у него приживаются примерно на 99,9%. Вы здесь не видите ни одной прививки, не прижившейся. Не привитые есть. Да. Не привитые есть. А не прижився нет. Есть люди, у которых легкая рука, да? И это не пустой разговор. Вот у него легкая рука, и он прекрасно. Вот это чудо, которое здесь мы видим, это 480 метров. Здесь есть вся наша коллекция. Коллекция, за которой меня пинали ногами. Почему там до сих пор 14-й, 12-й? Почему там нет названия сорта? Мы ее как нашли. И мы просим, если вы можете назвать, назовите. Один называет 14-й трапезун, другой называет его малоохи. Третий еще чем-то. Практически и все мои советчики, сколько советчиков столько определили. Нас интересует сам по себе факт. Есть фундук, экстраординарный. Вы его видели на столе. Он размером с мелкий орех. Что еще хочу сказать? Я буду говорить в саду об этом. И хочу сказать здесь. Вот эта вот сумасшедшая энергия, которая получает этот саженец, за 3 месяца вырастает в рост киктенка. Эта энергия позволяет создать мощнейший иммунитет и в саду. И позволяет наполнить орехи содержимым. И когда Пина Калькани, звезда мировой личной, он позволяет холдинг, который контролирует продажу орехоплодных культур в мире. Когда он пришел ко мне с такой вот типа шахматной доски, 100 ячеек, я ему рассказываю, что у меня вот фундук полный, там полный. И тогда он говорит, молчи, молчи. И берет, и колет фундуки, и выкладывает. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Значит, 98 полных орехов было. Говорит, брависсимо. Ормидабло. Обычно, говорит, где-то 80%. Это контроль такой у них? Да, это он не просто там где-то считает проценты. Выложил на доске, и тебе ясно. Вот у тебя 95, и хорошие 5 ячеек пустых. Вот поэтому цена вопроса. Сама по себе технология. Вырастить орех медвежий. Вырастить подвой. Привить, знать, как привить. И вырастить саженец. Поэтому и стоимость такая. Но зато это все окупается. Это плантация фундука будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...